Фильм основан на результатах исследований научной лаборатории, которая была создана специально для работы над этим проектом. Смотрите внимательно. Это первое свидание. Он просто пригласил её в кафе. И ещё не знает, нравится ли ей. А он ей нравится, как бы она ни пыталась это сказать. Лицо, мимика выдают её. Этот человек говорит, что ещё не готов купить автомобиль. Но его руки говорят его обратно. Допрос. Преступник утверждает, что не знает потерпевшего, но это ложь. Как бы он ни пытался её скрыть, за него опять говорят его жесты и его мимика. Жест, движение, взгляд – это и есть то, что заставляет вас верить. Жесты и мимика всегда помогают нам разобраться в том, например, говорит человек нам правду или он нам лжёт, хотя бы искренне он или что-то скрывает. Хорошо он к чему-то относится или плохо. Ж – это как жизнь, это что-то струящееся из нас. С – это как опадание осеннего листа и т – обрубание. Мы режем нечто. Мы как закройщики с помощью жестов мы режем электромагнитное поле, которое вокруг нас. Как часто мы слышим только то, что хотим услышать. Как часто мы обижаемся. Ты же говорил, ты же обещал, а я сам это слышал. Мы внимательно вслушиваемся в слова, стараясь понять и узнать. А на самом деле, для того, чтобы понять и узнать, надо всего лишь смотреть и понимать. Глаза собеседника, его мимику, его жесты. Руки, глаза, лицо – именно они разговаривают с нами. Только они нас раздражают и только они говорят нам правду. Язык мимики и жестов. Его почти невозможно подделать, но ему можно научиться и научить. На протяжении всего фильма мы постараемся научить вас хоть немного расшифровывать язык жестов. И, вероятно, после этого вы станете понимать, о чем думает собеседник. Как на самом деле относятся к вам близкие люди. Смотрите внимательно, и вы поймете, о чем говорит человек, когда молчит. Стоп. Чуть-чуть назад. Вот. Смотрите. Вот он поворачивается к ней. На его лице нет ни тени улыбки. Он смотрит на нее, она этого не видит. Чуть-чуть несколько кадров вперед. Она поворачивается, он это заметил, он начинает улыбаться. Он не посмотрел на нее с улыбкой, улыбка возникла после того, как она начала к нему поворачиваться. Обратите внимание, очень незаметный жест, точнее даже не жест, а элемент мимики. Вот здесь он хорошо виден. Вроде бы улыбка. Но если мы посмотрим еще на несколько кадров вперед, теперь уже не назад, вот мы увидим, что уголок губы начал играть вниз, вместе с часто закрывающимися глазами, вместе с в целом напряженной достаточной позой, тереблением пальцев. Мы все это можем собрать вместе и сказать, что человек достаточно напряжен и, скорее всего, разыгрывает из себя веселого человека. А внутри держится очень жестко, очень сильно, может быть, переживает. Или, ну, вот я в таком случае бы предположил, что что-то не так. Бог его знает из каких соображений, но я думаю, что лукавит. Эта пара распалась через полгода после свадьбы. Василий сбежал вместе с деньгами жены, а Александра уехала в Москву лечить депрессию. Он говорил, что любит меня, твердила Александра. Смотрите, какая красивая у нас была свадьба. Психолог внимательно посмотрел на жениха и увидел. Смотрите, что происходит с человеком, когда он лжет. Видите покраснение около уха? Это говорит о том, что у человека присутствует серьезное внутреннее напряжение. Видите улыбку? Улыбается только рот жениха, глаза остаются серьезными. А теперь руки жениха. Он теребит пальцы. С помощью рук он пытается выстроить барьер между собой и якобы любимой женщиной. Влюбленные люди так себя не ведут. У влюбленных совсем другие жесты. Итак, жесты симпатии. Вот жесты влюбленного мужчины. Открытые руки. Влюбленный подсознательно хочет вызвать доверие у объекта своей влюбленности. То же самое демонстрирует и открытый пронзительный взгляд. Примерно вот такой. Так называемая поза мачо. Руки в карманах брюк. Ноги широко расставлены. Мужчина подсознательно старается показать, что он уверен и силен. И что он мужчина. Стряхивание пылинок – еще один жест сексуальной заинтересованности. Как и то, что мужчина начинает поправлять галстук. И поправлять манжеты. А вот женщина, если хочет привлечь внимание мужчины, начинает поправлять свою прическу. Трогать лицо, шею и демонстрировать запястье и тыльную сторону ладони. Приоткрывает рот. Если бы все люди могли правильно читать жесты, скольких трагедий удалось бы избежать? Ученые, занимающиеся невербальными коммуникациями, утверждают, что особенного успеха у противоположного пола добиваются не самые красивые женщины, а женщины, которые правильно жестикулируют. Девушка, может быть, неослепительно хороша собой. И действительно, исходя из природных данных, может быть, не должна пользоваться избыточной популярностью у мужчин. Но при этом она настолько естественно и гармонично пользуется жестами, мимикой, указывающими на ее женственность. Ну, мы сами знаем этих замечательных девушек, которые открыто смотрят на собеседника, распахивают вот так вот глаза и смотрят, у которых в восхищении приоткрывается рот часто, да, там, губы. Вот эта вся, вся эта атрибутика, она создает удивительное впечатление. И мужчина, он, на самом деле, скорее внешностью пользуется только вот для первого контакта. А дальше намного большее значение имеет вот эта вся атрибутика живая. Жесты, мимика, то, что происходит, то, что действует. Иногда мужчины спят с женщинами, которым даже не нравится. Для женщин секс и любовь между ними как-то стоит знак равенца почти. Но для мужчин это совершенно не так обстоит, и все мужчины в этой комнате это понимают. Алан, теперь я понимаю, когда супруга застает мужа в кровати с другой, он говорит, это не то, что ты думаешь. О том, как правильно пользоваться жестами, написаны сотни книг. Но, наверное, больше всех в мире про жесты написал австралиец Алан Пис. Друзья и джентльмены, хостер Боди Лангвич, мистер Алан Пис. Добрый вечер, и добро пожаловать снова к Боди Лангвичу. Язык у жестов он научился еще ребенком, когда в 10 лет начал работать торговым агентом. Именно правильная жестикуляция помогла ему в 21 год стать самым молодым австралийцем, продавшим страховых контрактов на сумму в 1 миллион долларов. Потом Алан Пис собрал накопленные знания и опыт и стал продавать их. Получилось еще лучше, чем со страховыми контрактами. Пис продал более 20 миллионов книг, сделал телевизионное шоу «Язык телодвижений», которое посмотрело около 100 миллионов человек. А начиналось все вот с такого же тренинга, где будущих торговых агентов учили, как правильно управлять своим телом. Итак, что вам нужно знать? Ну, во-первых, от середины живота до середины лба вот эта вот линия называется линия контакта. И когда мы с вами устанавливаем контакт, важно, чтобы жесты были вдоль линии контакта, чтобы вы ее не пересекали. Мои жесты движутся вдоль линии контакта. Я открыта вам, и у нас образуется такое вот невидимое узо, невидимая связь. Получается контакт. Что будет, если я начинаю пересекать эту линию? Это ошибка, да? Вот этот жест «до свидания», «пока». Мы как рвем контакт. Психолог Жанна Завьялова уже давно не пересекает линии контакта. Она мила, приветлива и легко находит язык с самыми разными людьми. Сегодня Жанна – бизнес-тренер, один из самых успешных в России. На языке жестов она говорит без акцента. Руки двигаются четко и без ошибок. Ведь одно неосторожное движение, и контакт со слушателем может быть потерян. Проводили эксперимент психологи на детях. В интернате у детей, у которых не было контакта со своими педагогами. Что делали психологи? Они просто беседовали с детьми, периодически показывая ладошки. Как бы про между прочим, что-то рассказывая. Такой жест, он естественный жест. Как будто бы вот он необходимый. Ничего специального вот так вот не делалось. Дети стали доверять, соответственно, они стали раскрываться, откровенчить перед психологами. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш клиент вам доверял, вам нужно делать такие жесты, чтобы раскрывать свои ладони. Ни в коем случае не показать кулаки, это ошибка. Ни в коем случае не убирать руки в карманы или за спину. Вот такой жест – это очень ошибочный жест. Особенно еще хуже вот такой вот. Так стоят обычно пенальти. Закрывая одно место, чтобы было безопасно. Да, мы не должны так стоять, потому что мы все нарушили сразу. Итак, если вы хотите вызвать доверие у клиентов, то вот жесты, которые вам запрещено делать. Ни в коем случае нельзя пересекать линию контакта. Нельзя потирать руки. У клиента сразу возникнет ощущение, что его обманывают. Нельзя сжимать кулаки. Это выдает внутреннее возбуждение, агрессивность. Нельзя ставить руки на талию и тем самым подсознательно пытаться занять как можно больше места в пространстве. Клиент должен чувствовать себя главным. Жесты должны быть плавными и максимально открытыми. О том, что жесты решают все, человечеству было известно с самых ранних времен. Еще за 300 лет до новой эры знаменитый античный оратор Демосфен на вопрос, что нужно для успеха в публичных выступлениях, отвечал. Жесты, жесты, жесты. Часами Демосфен репетировал свои речи и свои жесты. А вот армянский царь Тринидад, побывав в гостях в Риме у императора Нерона, попросил в подарок актера мимо, ибо был поражен, как точно тот умеет разговаривать без слов, только руками. Тринидад, который тогда правил многоязычной страной, понял, что лучше переводчика ему не найти. Что не скажут слова, скажут руки или глаза. В Древнем Китае торговцы жемчугом знали, что надо внимательно смотреть в глаза покупателю. Если зрачок расширился, то можно назначать любую цену. Очень часто незнание языка жестов приводило к плачевным результатам. Яркий пример. Известный по рассказам миссионеров, которые спаслись, феномен черного смеха. Что это такое? Миссионер приезжал в то или иное африканское племя, нес Слово Божье. И вдруг он видел, как представители этого премии начинают сужаться вокруг него и начинают смеяться. Первое, что думал миссионер, не знающий невербальной коммуникации, улыбка, смех, это передача у нас, как правило, позитивного отношения. Но ему, бедному, было невдомек, что это ритуальный смех, перед тем, как каннибалы приступят к своему пиршеству. Отсюда это явление было названо черным смехом. Чтобы избежать недоразумений, в Колумбии даже создали специальный словарь, помогающий туристам понимать, что означает тот или иной жест. В словаре собрано более двух тысяч жестов. Как часто турист, приезжая в незнакомую страну, не зная языка жестов, не может разобраться в местных обычаях. Однажды президент США Ричард Никсон попал в очень неприятную историю. Выступая с речью в Бразилии, он поднял вверх руку с соединенными кольцом большим и указательным пальцами. Для него, как и для любого американца, этот жест означал «окей». А для бразильцев, как выяснилось, сексуальное оскорбление. Или кукиш, который в России наравне с высунутым языком считается не более чем детской шалостью. А вот у турок, латиноамериканцев, жителей Средиземноморья, этот жест является смертельным оскорблением. Или, например, для того, чтобы согласиться, нам достаточно кивнуть головой сверху вниз. А в Саудовской Аравии – да, это вращение головой из стороны в сторону, как у нас нет. В Ливане и Иране, чтобы сказать «нет», достаточно резко поднять и запрокинуть голову. А чтобы сказать «да», наоборот, слегка наклонить ее вперед и вниз. Говорят, что манера принцессы Дианы – слегка наклонять голову на бок и вниз – помогла ей в ее благотворительной карьере. Этот ее жест выглядел для жителей Ближневосточного региона как согласие помочь. Тем более, что приезжала туда Диана с гуманитарной миссией. Чтобы избежать неприятностей, опытные журналисты перед каждой поездкой в новую страну тщательно изучают язык ее жестов. Я однажды приехал на интервью к президенту Сирии Асабу. Они меня сами пригласили, но в силу особенностей арабской политики попросили меня привезти пару дисков с какими-то интервью, которые я писал ранее. Ну, хорошо, пожалуйста. Я им привез Буша и привез Путина. Они очень важны, значит, хорошо. Вечером в канун интервью за мной приезжает бронированный Мерседес с автоматчиками, мемезут по каким-то темным улицам. Я думаю, господи, куда же, какой-то бункер. Привозят в тот же самый офис, где я был днем. Ну, там пресс-служба президента. Здесь сидит тот же самый человек, с которым я днем общался, но он строгий. Мы посмотрели ваши материалы. А как вы собираетесь сидеть с нашим президентом? Я говорю, как обычно. Нет, как обычно, вы с ним сидеть не будете. Я говорю, а в чем дело-то? Мы видели ваше интервью с Бушем. Для меня главное – это общение с Владимиром Путиным. Общение лидера с лидером. Доверие – важное понятие. Вы там сидите на ганадом. Ни в коем случае. Ну, ладно, ну, ни в коем случае, ни в коем случае. В чем дело? И тут мне объясняют арабисты, что оказывается, в арабском мире, если подошвы видно, это страшное оскорбление. Поэтому ботинком-то кидаются на арабских пресс-конференциях периодически. Но вот, иными словами, в арабском мире, в восточном мире никаких ног на ногу, потому что, не дай бог, будет видно подошву, и это будет совершенно неправильно считано. С кем только не разговаривал ведущий программы «Вести» в субботу Сергей Брилев. Президенты России, Америки. Самые известные политики почти всех мировых держав. Есть достаточно существенная разница между политиками нашими и западными, потому что западники практически все прошли тренинги, например, общение с журналистами. В то время как в России само понятие тренинга, например, интервью, возникло последние 3-4 года. Как это ни парадоксально, очень многие политики в России такие тренинги не проходили. И это сказывается. Ну вот, например, если я скажу половину российских политиков, я, наверное, чуть-чуть буду кривить душой, но треть-то точно. Треть точно норовит непременно давая интервью сесть за стол, закрыться за столом, вот так вот сесть и по-начальственному с тобой общаться. К счастью, мне всегда удается переубедить и посадить таки на общий план, чтобы было видно, да, целиком тело человека. Оно о нем зачастую очень многое говорит. Беда заключается в том, что наши не всегда знают, что с этим телом делать. Собственно говоря, но только в России спрашивают, а вот если я сяду ногу на ногу, то чего? День, когда американские политики стали изучать язык жестов, вошел в историю. 26 сентября 1960 года. Первые президентские теледебаты в США. Загорелый, уверенный в себе, энергично жестикулирующий Кеннеди выглядел гораздо лучше Никсона, незагримированного, одетого в светлый костюм, который практически слился с декорацией. Никсон сильно потел, выглядел растерянным и бледным. Примерно 75 миллионов телезрителей тогда присудили победу Кеннеди. А вот 15 миллионов человек, которые слушали эти дебаты по радио и не видели всей мощи Кеннеди и растерянности Никсона, присудили победу последнему. Тогда в Соединенных Штатах Америки политики поняли, ты то, как ты выглядишь. Сегодня над имиджем американского президента работают сотни профессионалов. Перед тем, как выйти и выступить перед аудиторией, политики тратят годы на то, чтобы научиться управлять своим телом. Мы, как политтехнологи, должны наблюдать за собеседниками, за оппозицией, какие позы она демонстрирует по отношению, собственно, к нашему подопечному. Я думаю, что многие сейчас, посмотрев на жест палец у рта, узнают его, вспомнят плакаты советских времен «Не говори». Так вот, этот жест «Не говори», он, собственно, так и трактуется. Человек пытается остановить себя, чтобы не сказать какой-то лишней информации, которая может негативно сказаться на его имидже. Все-таки мы должны понимать с вами, что люди публичные, они постоянно находятся под прицелами фото, видеокамер. Если это какое-то публичное мероприятие, то человек должен быть максимально сдержанным. Итак, если вы хотите произвести положительное впечатление на собеседника и преуспеть в переговорах, то запомните. Нужно занимать позицию, расположенную к собеседнику носками туфель. Обязательно направлять жесты по отношению к собеседнику и делать их максимально открытыми. Надо сказать, что жесты еще должны быть более горизонтальными, нежели вертикальными. Доказано, что вертикальные жесты воспринимаются негативно. Они указывают на что-то, подавляют. А вот горизонтальные жесты воспринимаются позитивно и делают человека открытым. Мы видим с вами, что у Джорджа носки туфель более обращены к собеседнику, нежели у Ющенко. Плюс у Ющенко так называемая поза двойного креста, когда скрещены не только руки, но еще и скрещены ноги. Неважно, человек стоит или сидит, эта поза всегда читается одинаково. Я нескоскован, может быть, даже боюсь и не хочу общаться. Следующее, пожалуйста. Данный жест – это жест указующего перста. О чем этот жест? Этот жест пытается доказать кому-либо что-либо. Но есть несколько другие варианты проявления вот такого жеста. Давайте посмотрим. Он более интересен. Обратите внимание, этот указующий перст уже обращен не к конкретному человеку, а это палец, поднятый над толпой. Они пытаются повелевать тем самым, сообщают вот эту информацию. Свою коллекцию знаменитых жестов политиков психолог Екатерина Грибалова начала собирать еще в институте. Теперь она с удовольствием показывает студентам, что нужно, а что нельзя делать. О своих влиятельных клиентах, политиках и бизнесменах Екатерина рассказывать отказывается. Профессиональная этика. Впрочем, она не скрывает, почти всех политиков приходится заново учить управлению своим телом. Прежде всего, нужно убрать все жесты, которые, скажем, негативно воздействуют. Для этого необходимо провести так называемую процедуру обесценивания. Обесценивание жеста. Его заснимают на видеокамеру, показывают ему эти жесты. Естественно, политтехнологи сопровождают все это описанием данного жеста. Но есть одна особенность. Этот жест обязательно должен быть чем-то схож с тем жестом ценным, который был, собственно, обесценен. К примеру, может быть такой. Жест человека, который все время подтягивает галстук. Явное ощущение неуверенности. Человеку некомфортно, человек не в своей тарелке. Заменяется на жест сердца, обращение искренности. Опять же, на том же уровне, но гораздо уже более позитивно читаемый и транслирующий более позитивную информацию жест. Итак, посмотрите, что на самом деле говорят нам политики. Запомните главное. Кулаки, воздетые на уровень головы. Негативная информация употребляется после критических событий, когда необходимо создать некую уверенность у людей, что я способен защитить вас. Жест указующего перста. Я докажу. Управление массами. Я повелеваю вами. Смотрите. Вертикальные жесты. Политик может утверждать, что он демократ. Но на самом деле он стремится жестко управлять людьми. Если политик прижимает руки к груди, то он действительно хочет, чтобы ему поверили. Поверьте мне, я говорю правду, просит политик. Не только у политиков есть свои особенные, профессиональные жесты. Сейчас при приеме на работу в крупных кадровых агентствах собеседования проводят специалисты по невербальной коммуникации. Мы поставили скрытую камеру в одном из кадровых агентств. Посмотрите, как правильно и неправильно вести себя при приеме на работу. Итак, первый кандидат. Он улыбается. У него чуть-чуть зажаты губы. Руки в замке. Это означает некоторое волнение в самом начале контакта. Пока не страшно. Вот он прячет ладошки, но одновременно немножко и показывает. Мы видим уголки глаз расслаблены, хотя уголки губ слегка напряжены. Но время идет, и лицо мужчины становится все более и более открытым и расслабленным. Первое волнение прошло. А вот здесь, видите, после вопроса взгляд уходит, и мужчина закусывает губы. Это значит, вопрос вызвал проблему. Вот человек трогает ухо. Это означает, что он не знает ответа. Этот человек не прошел собеседование. А вот пример удачного интервью. Мужчина расслаблен, у него открыты руки, взгляд спокоен, он уверен. Когда он закатывает глаза, то его зрачок уходит вправо. А это означает, что человек задумался. Задумываться на собеседовании можно, и даже желательно. А вообще, чем меньше вы жестикулируете на собеседовании, тем лучше будет впечатление, которое вы произведете. И еще кивайте на собеседовании. У собеседника должно складываться ощущение, что вы полностью с ним согласны. Вот женщина. Видите, она поставила сумочку себе на колени, то есть защитилась от интервьюера. Это жест скромности. Вот она, отвечая на вопрос, уводит взгляд, что говорит о ее сильной неуверенности. Женщина трогает волосы. Это очень женский знак, скорее даже эротический. На собеседовании он неуместен. Она совершенно точно не останется в сверхурочные часы. Поправление волос говорит о том, что дом, семья – это те ценности, которые для нее важнее работы. Правда, если бы она претендовала не на вакансию менеджера, а, например, пришла устраиваться няней, то психолог мог вынести положительный вердикт. У каждой профессии особый жест. Ну, смотрите, что мы ждем от няни? Мы ждем любви к ребенку, прежде всего, заботы и ответственности. Жесты любви, чувств, проявления, что человек сердечный – это жесты в районе сердца. Няня, которая будет много делать таких жестов в районе сердца, скорее всего, обладает чувственностью и заботой о ребенке. Няня, которая вообще не подносит сюда руки, а зажимается вот так вот, скорее всего, сухая, такая, может быть, интеллектуалка, может быть, обладающая системой воспитания, но она вот жесткая будет. Поэтому жесты в районе солнечного сплетения, они нежелательны для няни. Она скорее будет дрессировать ребенка, нежели любить и заботиться о нем. Если это хирург, с одной стороны, он не должен быть излишне чувствительным, иначе он не сможет разрезать человека. Поэтому наоборот, получается, жесты в районе сердца, они покажут, что человек будет эмоционально выгорать на работе, он не сможет много работать. А уж если это детский педиатр, тогда пусть чувствует детей, пусть будет заботливым. Так, главное в языке жестов – это конгруентность или соответствие. Если человек говорит правду, то его жесты конгруентны его словам. Проведим эксперимент. Психолог Центра невербальных исследований отсматривает телеинтервью с известным специалистом по йоге. Как известно, люди, занимающиеся йогой, феноменально контролируют свое тело. Но могут ли они заставить его не реагировать на ложь? Как понять, что человек обманывает, даже если он обманывает сам себя? Я такой неспокойный, в принципе, персонаж, и мне там не нравится всякая фигня, которая людям обычным может показаться балажью, глупостью, там еще что-то. Мне как-то проверять себя нравится. Я там езжу быстро, на быстрых машинах часто. Иногда это, ну, зачастую это не трасса. Ну вот, если говорить о приземленном, вот здесь сейчас Москва, машина, это авария, в которую я попал, там, ну, года четыре назад. Оп! Смотрите, еще раз. Стоп! Он говорит, года четыре назад, и у него возникает очень, очень сильное напряжение мышц лица. Вот оно. Еще раз. Вот оно, чуть назад. Вот оно. Он говорит об этом так, как будто это очень естественно для него. Он рассказывает об этом спокойно. Но в тот момент, когда он говорит об аварии, в которой он попал года четыре назад, у него возникает очень сильное напряжение мышечное, лицевое. Я бы сказал, оно достаточно симметрично, я бы сказал, что оно свидетельствует о том, что у него какая-то очень сильная проблема осталась после этой аварии, внутренняя. То ли ему там очень больно было, то ли он с чем-то там был не согласен, то ли он кого-то обвиняет в этой аварии, то ли сам себя винит. Не знаю, это какое-то внутреннее, очень болезненное место, чисто психологическое. И если, например, этот человек сейчас мне будет говорить, что он очень легко об этом рассказывает, что для него это прекрасное переживание, это прекрасный опыт, в этом месте я ему не поверю, потому что за этим для него стоит какой-то очень болезненный опыт, а совсем не такой легкий, как он декларирует. Итак, герой интервью пытается заставить себя поверить в то, что он говорит. А его мимика, независимо от его желаний, показывает его проблемы, страхи и скрытые комплексы. А что еще может насторожить? Заставить задуматься? Может, у собеседника на уме что-то неприятное или нехорошее? Как понять, что человек врет, даже если он врет сам себе? Когда мы видим, что люди говорят неправду или лжем сами, то сразу стараемся закрыть наши рот, глаза или уши руками. Рука прикрывает рот и большой палец прижат к щеке. Человек сдерживает произносимые слова. Человек лжет. Но обратите внимание, если человек таким образом слушает вас, то он думает, что лжете вы. А лжи также свидетельствуют прикосновение к носу или к ямочке под носом. Считается, что во время лжи у человека начинает чесаться нос. Еще один жест лжи – потирание века. Мужчины трут века очень энергично. А если ложь серьезная, то отводят взгляд в сторону или смотрят в пол. Женщина очень деликатно проделывает это движение, проводя пальцем под глазом. Когда вы понимаете, что человек лжет, вы можете попросить его повторить сказанное. Это поможет вам узнать правду. Кроме того, распознать ложь вы сможете, заметив, что ваш собеседник во время разговора прикрывает рот. Вежливо улыбается, но глаза его остаются серьезными. неосознанно теребит воротник своей сорочки, потирает подбородок, притрагивается к носу или мочке уха. В последние годы при проведении разного рода социологических опросов и фокус-групп социологи перестали слушать то, о чем говорят опрашиваемые. Теперь здесь тоже смотрят на жесты и мимику собеседников. Например, долгое время рекламщики не могли понять, почему женщины утверждают, что им не нравятся полуобнаженные мужчины в рекламе. Но при этом реклама с сексуальным подтекстом остается самой действенной. И только несколько лет назад психологи объяснили, женщины на опросах просто стеснялись сознаться в том, какая именно реклама им нравится. А их жесты и мимика выдали правду. Взгляд не может лгать. Расширение, сужение зрачка при реакции на определенный объект это то, что не поддается нашей силе воли. Впрочем, так же, как и кишечник, и сам мозг. Это три участка вместе с зрачком, это те три участка человеческого тела, те части человеческого тела, которые не поддаются нашему диктату. Николас входит в десятку самых влиятельных специалистов по маркетингу. Крупнейшие бренды обращаются к нему за советом, как лучше продать свой товар. Он готовит специалистов, которые не хуже компьютера могут следить за жестами человека. Когда главы компаний в шаге от подписания важных контрактов, к переговорам подключаются тайные агенты, нейроспециалисты. Под видом сотрудников компании они стоят вторым фронтом и следят, чего действительно хотят переговорщики. Они изначально задают высокий темп переговоров, чтобы противоположная сторона перестала контролировать себя и жестами сказала всю правду. Самые важные взгляды это критическая оценка ситуации в процессе переговоров. Если вдруг человек начинает почесывать кончик носа, неважно, каким пальцем, может быть, даже задумываясь при этом о чем-то, либо потирать кончик века взглядом совершенно интуитивно, это означает, что сейчас момент патовой критической ситуации. Значит, сейчас вы не просто допустили ошибку, вы дали человеку критически осознать, что происходит. Но если вы ее исправили и через открытые жесты, и через реальную прагматику и позитивные эмоции, то следите. Человек либо приблизится к вам и откроет руки в позитивном восприятии, в открытости той информации, которую вы получаете, и либо к финалу уже ваша презентация, ваша диалога откинется на спинку кресла, а руки при этом останутся открыты. Это значит, вы практически победили. Зачастую, если на переговорах присутствует несколько человек, то, как правило, один является лидирующим переговорщиком, который ведет содержание, а второй, там третий, как правило, наблюдает за формой того, как жестикулирует оппонент, с какой стороны он указывает на принятие своего собственного решения, в какой момент как он воспринимает и мимикой, и жестами те предложения, которые ему преподносятся, предлагаются. И в момент, если нужно вызвать согласие, то на каких-то особых ключевых точках партнер начинает играть в жестикуляцию. То есть он просто начинает покивать головой в момент, когда нужно принять кому-то решение, или чуть-чуть покачивать из стороны в сторону головы, дабы дать знать, что сейчас не надо принимать такое решение. Тем самым очень большой объем информации для оппонента считывается вот так невербально. Жесты переговоров Итак, если вы видите, что ваш собеседник протирает стекла очков, либо кладет дужку от очков в рот, это пауза для обдумывания, просьба подождать. Постукивание пальцами по столу означает нервозность, потерю интереса к разговору, желание поменять тему. Собеседник откидывается на спинку стула. Это означает, что переговоры идут успешно и приближаются к окончанию. Собеседник потирает подбородок, он принимает решение. Он их видит, да, они как бы вот живут, живут в своей жизни. Ты, значит, сквозь них, сквозь них, тут эти все, они такие, немножко такой брейки, ярмарка, глупцов, понимаешь? Театральный режиссер Нина Чусова еще в институте выучила язык жестов и уверенно его применяет не только на сцене, но и на переговорах. Вот эту походку дурацкую, понимаешь, найти, когда, знаешь, я отборился. Я вам скажу, что достаточно, вот если вы идете там на какое-то выпить кофе и поговорить о каких-то делах, вот ни в коем случае нельзя к партнеру, к твоему собеседнику наклоняться вперед, облокачиваться, то есть вступать в его интимную зону. Нужно наоборот, если выходить от него что-то добиться, чуть-чуть даже назад, чуть-чуть отстраниться как бы от него, неважно того, какой результат вы ожидаете. То есть, и на самом деле происходит некое внутреннее успокоение, то есть, как бы сказать, ты себя чувствуешь достаточно в такой вот, в хорошей, выгодной позиции. То есть, вот попробовать это, и на самом деле, вот я попробовала и убедилась, что реально это помогает. То есть, и ты в этих разговорах, в этих беседах всегда выигрываешь. Как только ты напираешь и входишь в интимную зону собеседника, то сразу становится хуже. Пошел, пошел. Последнее время Нина перестала брать жесты из жизни. Жесты к ее новому спектаклю были нарисованы в 15-16 веках двумя великими художниками Питером Брейгелем и Иеронимом Босхом. Если быть внимательным, то там нет вообще случайных каких-то поворотов головы, жестов, движений глаз и так далее. То есть, все что-то обозначает. И вот сейчас, работая над спектаклем «Портрет», мы это активно используем. У нас настольные книги, это Брейгель и Босх, и просто по ним мы изучаем вот все, что там происходит, какое поведение. А уж аномальнее вообще этих художников, мне кажется, не существует, потому что там действительно невозможно оторваться, потому что совершенно вот эти ненормальные изгибы и так далее, но они все что-то выражают и все что-то обозначают. Язык жестов прошлого остался не только на картинах. О том, как разговаривали люди, когда не умели разговаривать, расскажет вам любой танец. Танец – это то, что осталось от молчаливых разговоров наших предков. Ученый утверждает, что посмотрев на то, как танцует человек, можно узнать о том, какие у него проблемы. Хореограф Елена Эрнандес уже давно по танцам изучает психологию российских женщин. Видимо, мы недооцениваем зажим ту проблему, которая сваливается на нас, когда мы пытаемся пренебречь своим телом. Мы им врем. И если мы врем словами «нам кажется, что меньше», то тело и невозможность выпрямиться. Все ставят по своим местам. Я на занятиях вижу и на раз больше, чем хочу видеть. Это какой-то страшный ценз. Это страшный тест на то, живешь ли ты как хочешь. И, например, некоторые избегают дробей, но стук ногой это кратчайший способ вылеизъявления. Мягкость руки это женственность. Если ее нет проблем, а в том, почему ты не хочешь быть мягкой. Или, например, вот такой жест, который я видела у одной девочки, которая у меня занималась вместе с мамой, и я спросила, нет ли у нее в роду итальянцев. Потому что итальянцы так делают. На что мама разрыдалась, а девочка крикнула, мама, я так и знала, что мой отец Джованни. С тем, что жесты могут передаваться генетически, согласны и ученые. Именно поэтому жесты королей и аристократов так сильно отличаются от жестов простых людей. Если деньги и титул достаются по наследству, это видно сразу. Минимум жестов. По рукам и телу невозможно ничего прочитать. Люди не должны видеть своего короля, нервно теребящего платок или чешущего нос. Впрочем, если уметь читать жесты, то можно узнать даже мысли английской королевы. Вот она трогает мучку уха, жест неуверенности. Психологи объясняют. Несколько минут назад королева купила на аукционе фортепиано и теперь раздумывает, зачем она это сделала. Жестами человек меняет свой социальный статус. А со сменой статуса приходят и новые жесты. Жесты сильного, уверенного в себе человека. В первую очередь меняется осанка. Плечи распрямляются, грудь идет вперед. Поднятая голова, высоко задранный подбородок. Вот он, победитель. Но как только речь пойдет о серьезной сделке, как только появится риск потерять заработанные миллионы, тот же самый победитель начнет нервничать. И это сразу отразится на его жестах и на его осанке. Выставка товаров далеко не первой необходимости. Эти предметы роскоши могут себе позволить только очень богатые люди. Самое место для завязывания деловых и романтических знакомств. Сюда не пустят человеку, у которого нет денег. Специалисты фейс-контроля проходят тщательное обучение и в первую очередь смотрят не на одежду посетителя, а на его жесты. Все жесты миллионеров, они такие хозяйские, неспешные, уверенные, раскрытые, законченные. Любое проявление суеты говорит о том, что все-таки человек еще не там, где хотел бы быть. Не в той социальной страте, в которой он есть. Он все еще на пути, он все еще стремится и значит, у него еще не все получается. Можно также посмотреть на мужчину, который сейчас разговаривает по телефону. Мы видим, что он достаточно быстро, динамично двигается. У него есть свой замысел. Он одновременно делает две задачи. Расставляет мебель и беседует по телефону. Он удается удерживать эти планы, причем у него слегка сутулая спина, что говорит о том, что все-таки проблемы социального уровня у него какие-то есть. И вот видите, рука зависла, он не осознает левую руку, потому что он сосредоточен на телефоне, он перестал осознавать левую руку. Взгляд у него поверх очков, то есть это говорит о его потребности уважения и том, что он, скорее всего, достиг достатка. Но я бы не стала говорить, что он миллионер. Скорее всего, нет. Вот можно на эту леди посмотреть сейчас. У нее неровные движения, достаточно суетливые, что показывает, что она не совсем спокойна, не совсем уверенно чувствует себя, ей не совсем комфортно. Если посмотреть на ту одежду, с какой изысканностью она одета в струящейся платье и теми движениями, которые достаточно грубые, резкие, то мы видим несоответствие, некое несоответствие. Я бы сказала, скорее она хочет выглядеть богатой, чем она является богатой. Скорее она стремится к достатку, нежели имеет его. И если посмотреть на ее туфли, черные с белым, которые, собственно, не вяжутся к ее костюму, но, очевидно, она стремится быть красивой. Видите, она поправляет шарфик, это жест неуверенности. Я вам могу сказать, что она не богата. И приседает тоже такой вот, резкий такой жест колхозницы. Очень интересный, приятный господин. Он выглядит как хозяин. Почему? Потому что, посмотрите, как раз вот эти широко расставленные ноги, расправленные плечи, взгляд перед собой. Вот он подошел к женщинам поближе, улыбается, трогает нос, подбородок. Но это, скорее всего, некий такой жест легкого заигрывания с ними. Если мы посмотрим на девушек, они тоже улыбаются. Такая светская беседа. Чуть-чуть зажатые плечи. Я думаю, он смущается этих девушек, не знает толком, как себя с ними вести. У него, скорее, некая маска, некая роль. Но я бы сказала, что это человек состоятельный. Жесты успеха. Вскрещенные на плечах руки. Сигнал чувства уверенности, внутренней свободы, владения ситуацией. То же самое означает широко расставленные ноги. Поза, когда руки упираются в бедра, демонстрирует твердость, уверенность, стабильность, превосходство. Поза, при которой одна нога поставлена на мысок перед другой, демонстрирует независимость. Человек вальяжно расположился в кресле. Это сигнализирует о его полной раскрепощенности. Человек потирает подбородок перед принятием решения. Это говорит о том, что он просчитывает варианты. Так о чем говорит человек, когда молчит? О любви, о ненависти, о своих скрытых желаниях, о неуверенности в себе. Человек руками, глазами и лицом рассказывает нам историю своей жизни. Человек совсем не хочет врать, когда молчит. Язык жестов появился тогда, когда человеку не нужно было обманывать. Мы строим свою жизнь и мир вокруг нас своими руками, своими жестами. Как дирижер управляет оркестром, так и мы создаем мелодию своей жизни. И только от нас зависит, какая это будет мелодия. Редактор субтитров А.Семкин